Как сдать экзамен на права по новым правилам с 1 апреля 2021 года? Расскажу и покажу в этом видео. Друзья, всем привет! С вами снова Азат, это канал Автосправочная. И сегодня очередное видео, которое посвящено реформе экзаменов на права с 1 апреля 2021 года. В этом видео я расскажу о новых правилах сдачи экзаменов. Коротко напомню для начала об основных изменениях. С 1 апреля 2021 года вступает в силу новый регламент МВД, который устанавливает требования к сдаче экзаменов на права. Начнем, наверное, с теоретического этапа. Теоретический этап, в принципе, особых изменений не претерпел. Что бы там ни писали в интернете, что якобы там планируется увеличить количество вопросов до 30, до 50, поменять сами вопросы, сами экзаменационные билеты. Это все не соответствует действительности. То есть те, кто видел текст нового регламента, они могут убедиться, что в части теории там ничего не изменилось. Итак, с 1 апреля 2021 года для сдачи теоретического этапа вам по-прежнему нужно сдать экзамен на компьютере. То есть вы садитесь в экзаменационный класс, и вам в случайном порядке выпадает 1 из 40 билетов. Каждый билет содержит 20 вопросов стандартных, которые разделены на тематические блоки. То есть это требования знаков, требования к безопасному управлению автомобиля, требования регулировщиков, медицинская информация, действия после ДТП и так далее. Соответственно, вам в течение 20 минут нужно сдать эти 20 вопросов. Получается, вы на компьютере выбираете один из предложенных вариантов ответа в виде теста, и по итогам ответов на 20 вопросов вам выходит результат. Либо вы экзамен сдали, либо не сдали. Как и ранее, для того, чтобы сдать экзамен, нужно совершить не более двух ошибок. Причем, согласно всем последним изменениям, которые уже вступили ранее, после того, как вы сделали ошибку в каком-то из вопросов, вам предлагается ответить еще на 5 по этой же тематике. К примеру, если вы ошиблись на медицинском вопросе, то вам дается еще 5 вопросов по медицине. Это сделано для того, чтобы понять, действительно ли у вас не хватает знаний по этой теме, либо это была просто какая-то случайная ошибка. Может быть, вы не туда нажали и так далее. При этом на вот эти 5 дополнительных вопросов, на вот этих 5 дополнительных вопросов, на них уже нельзя ошибаться. То есть, после того, как вам дали 5 дополнительных вопросов, при первой же ошибке экзамен для вас заканчивается и получается. Согласно новому регламенту, после того, как вы завалили теорию, следующая пересдача у вас, возможно, не ранее, чем через 7 дней и не позже, чем через 30 дней. Если же вы совершили уже несколько попыток сдать экзамен, то четвертая по счету попытка, возможно, не ранее, чем через месяц и не позже, чем через 3 месяца. Это вот что касается теории. Давайте теперь перейдем к практике. Там содержатся наиболее интересные изменения. Как ранее я уже рассказывал, наиболее масштабные изменения коснулись практического этапа экзамена. Самое первое из них, самое глобальное, это объединение двух практических этапов – вождение на площадке и вождение в городе. То есть, теперь с 1 апреля вождение на площадке, как отдельный этап экзамена, больше не существует. Соответственно, те упражнения, которые ранее сдавались на площадке, теперь придется сдавать в реальных дорожных условиях. При этом стоит оговориться, что в тексте регламента все-таки предусмотрена возможность при необходимости сдать упражнения, которые раньше сдавались на площадке, на каких-то закрытых территориях. То есть, в тексте регламента прописаны места, где возможен прием этих экзаменов. Это закрытые территории, автоматизированные автодромы, территории, закрытые от сквозного движения транспорта и пешеходов, а также участки реальной дорожной сети с малоинтенсивным движением. Что касается непосредственных упражнений, то их теперь осталось четыре. То есть, после 1 апреля 2021 года, те упражнения, которые раньше сдавались на площадке, их сдавать все равно придется, но уже не как отдельный этап экзамена, а в рамках общего объединенного практического этапа. То есть, и вождение в городе, и упражнения будут сдаваться все вместе. Что касается самих упражнений, их осталось четыре. Такое упражнение, как змейка, теперь сдавать не придется, его полностью исключили из регламента. Получается, у нас остается эстакада, параллельная парковка, заезд в гараж и разворот в ограниченном пространстве. Четыре основных упражнения, которые придется сдавать по новому регламенту. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно. Первый из них – это заезд в гараж. Согласно новому регламенту, заезд в гараж сдается на участках дорог с малоинтенсивным движением. Если же такой возможности нет, то экзамен можно сдать на какой-то площадке. При этом для проверки правильности выполнения можно использовать дорожную разметку, нанесенную, к примеру, на каких-то парковках или стоянках. Если же такой возможности нет, то регламент предусматривает вариант сдачи этого упражнения на какой-то закрытой площадке, разметив территорию при помощи конусов. Как же осуществляется заезд в гараж? По команде экзаменатора кандидат водителя задним ходом подъезжает к размеченному участку и паркуется туда, имитируя заезд задним ходом в гараж. Соответственно, для контроля боковых габаритов используются линии разметки, либо конусы. А сзади, возможно, тоже либо установка конусов, либо разметка, либо какое-то искусственное препятствие в виде тротуара, либо бордюра, либо еще чего-то. Ученик должен заехать в гараж и зафиксировать транспортное средство, то есть, чтобы оно не двигалось. После этого он сообщает экзаменатору о завершении упражнения. Экзаменатор при этом может выйти из автомобиля и проверить правильность выполнения данного маневра. Маневр считается выполненным правильным, если габариты автомобиля не выступают за границей. При этом при выполнении данного упражнения допускается повторное включение передачи заднего хода. После завершения упражнения экзаменатор дает команду ученику, и он покидает место выполнения упражнения. Маневр может выполняться как с левой стороны, так и с правой стороны. Решение об этом принимает экзаменатор. То есть, он может сказать, заезжай в гараж с левого борта, либо с правого борта. Поэтому важно отработать данный маневр в обоих вариантах. Критериями выполнения данного упражнения являются, во-первых, отсутствие включения передачи заднего хода 3 и более раза. То есть, получается, задний ход можно включить либо один раз, либо два раза. Второе – это отсутствие пересечения габаритами транспортного средства границы выполняемого упражнения как спереди, сзади, так и по бокам. Кроме того, запрещается наезжать колесом на разметку, либо на конусы. Единственное исключение в части габаритов допускается по боковым зеркалам. То есть, боковые зеркала могут выступать за границей выполняемого упражнения. Третье условие – автомобиль после завершения упражнения должен полностью поместиться в границе выполняемого упражнения. Подъезжаем поближе, ставим машину под углом. Включаем заднюю передачу и аккуратненько, не торопясь, заезжаем между стоек. Либо, если это будет в условиях реального дорожного движения, то смотрим по дорожной разметке. Здесь удобнее всего пользоваться зеркалами. То есть, вот мы заезжаем, заехали, все зафиксировали. Зеркалировали. 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 У нас автомобиль не должен торчать ни спереди, ни сзади, ни по бокам. То есть только зеркала, боковые зеркала заднего вида могут торчать за проекцию границ этого упражнения. Как я уже говорил, упражнение может сдаваться как с правой стороны, так и с левой стороны. Давайте попробуем с левой стороны то же самое сделать. Здесь выехали. Остановились. В этом положении, получается, экзаменатор дает команду начинать упражнение. Включаем задний ход и по зеркалам ориентируемся. Главное не торопиться, не суетиться. Если аккуратненько все это делать, то все получится. Как я уже говорил, даже есть возможность однам на ошибку. То есть если вдруг вы не попали, вы можете повторно сделать заезд. То есть допускается два раза включить заднюю передачу за время упражнения. Если же вы в третий раз ее включите, то уже, получается, вы завалили. Все, заехали. Главное, чтобы машина не торчала спереди и сзади, чтобы не сбить эти стойки, которые сзади стоят. Субтитры сделал DimaTorzok. все вы заехали получается машину зафиксировали и после этого вы можете вместе с экзаменатором даже выйти обойти вокруг машины и посмотреть правильно ли вы выполнили упражнение сдали его либо нет вот я вышел из машины и проверяем спереди машина не торчит сзади тоже ничего не торчит ничего не сбито вот так примерно все это выглядит принципе здесь ничего сложного нету потому что по размерам хотя они кажутся маленькими все равно запас есть согласно регламенту для сдачи на легковушки длина площадки для сдачи упражнений составляет 5 метров а ширина два с половиной то есть любом случае если вы ровно посередине заезжаете вы ничего не должны задеть главное аккуратно далее следующие на очереди упражнение у нас это параллельная парковка здесь условия выполнения примерно такие же то есть упражнения в реальных дорожных условиях выполняется на стоянках либо на парковочных местах где есть примеру бордюры либо парковочная разметка парковка осуществляется с правой стороны то есть автомобиль подъезжает к парковочному месту правым бортом для выполнения упражнения экзаменатор дает ученику команду после этого ученик задним ходом заезжает в это парковочное место и устанавливает транспортные средства параллельно к краю этой парковки. Так же, как и в случае с гаражом, при параллельной парковке во время выполнения маневра транспортное средство не должно пересекать линии разметки и границ выполняемого упражнения. После остановки ученик должен зафиксировать транспортное средство и сообщить о завершении упражнения экзаменатору. Теперь о критериях выполнения данного упражнения. Так же, как и в прошлом упражнении, во время выполнения параллельной парковки передачу заднего хода разрешается включить не более двух раз. То есть, если вы включили передачу три и более раза, то упражнение считается невыполненным. В отличие от упражнения гараж, при выполнении параллельной парковки допускается один раз наехать на боковую разметку с правой стороны, которая обозначает правую границу выполняемого упражнения. То есть, если вы один раз на нее наехали, можно исправиться и выполнить упражнение заново. Если же вы наехали на эту разметку два и более раза, то упражнение считается проваленным. А вот пересекать или наезжать колесом на переднюю или заднюю границу упражнения запрещено. Исключение, опять-таки, составляет только боковые зеркала. То есть, проекция боковых зеркал может пересекать границы упражнения. И последнее условие. После завершения упражнения, когда транспортное средство уже зафиксировано, ни одна из частей автомобиля не должна пересекать все границ выполняемого маневра. То есть, автомобиль полностью должен поместиться в парковочное место. По команде начинаем движение. Проезжаем не на разметке, не останавливаемся. Остановились. Экзаменатор дает команду начинать движение. Включаем заднюю передачу. И аккуратненько, не торопясь, заезжаем на это парковочное место. Можно также обернуться назад, посмотреть. Можно по зеркалам ориентироваться. К тому, как проще. Все. Машину поставили. Зафиксировали. Продолжение следует. После этого можно выйти опять-таки с экзаменатором вместе, посмотреть, насколько правильно выполнено упражнение. Когда упражнение выполнено правильно, вы включали передачу заднего хода не более двух раз. Машина нигде ничего не задела, ни колесом, ни габаритами не заезжала за разметку. И после остановки ни одна из частей автомобиля, ни спереди, ни сзади, ни по бокам, не выступает за пределы границы этого упражнения. Кроме, опять-таки, боковых зеркал. То есть зеркало торчать может. Сейчас выйдем, посмотрим, как это выглядит снаружи. Вот так вот это выглядит снаружи. То есть здесь, мне кажется, запас по размерам еще больше. Согласно регламенту, ширина площадки для упражнения также составляет 2,5 метра, как и на гараже. Но длина здесь больше, длина 7,5 метров. Так, спереди, сзади ничего не сбито, все нормально. Сбоку смотрим эту проекцию, ничего не торчит. С правой стороны тоже все четко, мне кажется. Далее, следующее интересное упражнение – это разворот в ограниченном пространстве. Согласно тексту регламента, данное упражнение сдается на участках дорог с малоинтенсивным движением, где имеются две полосы движения. То есть одна полоса получается для вас, вторая – для встречного транспорта. Если такого подходящего участка нет, то данное упражнение также не запрещено сдавать на закрытых площадках. Тогда в таком случае границы упражнения будут выставляться при помощи конусов и разметки. Важное замечание к этому упражнению – при выполнении его в условиях реального дорожного движения запрещено использовать обочины, либо прилегающие к дороге территории. То есть при выполнении упражнения автомобиль не должен выезжать за пределы проезжей части. Чтобы правильно его выполнить, экзаменатор подает команду для выполнения упражнения. Ученик должен выполнить разворот, при этом используя передачу заднего хода не более одного раза. То есть получается, машина поворачивает налево, включается задний ход, и разворачивается, и уезжает в обратное направление. Критерии выполнения данного упражнения, как я уже сказал, если вы включили передачу заднего хода два и более раза, то упражнение считается незнанным. Также, если хотя бы одно из колес автомобиля съехало с проезжей части, то упражнение также считается проваленным. Если же упражнение сдается на закрытой площадке по разметке и конусам, то в ходе его выполнения запрещено пересечение габаритами автомобиля границ этого упражнения, а также запрещен наезд на границы. То есть если вы пересекли габаритами, либо наехали колесом на границу этого упражнения на площадке, то оно также считается незнанным. То есть вы едете, вам дают команду развернуться, вы притормаживаете, включаете левый поворотник, смотрите в зеркала, чтобы не было машин сзади, и разворачиваетесь, получается, при однократном включении передачи заднего хода. То есть только один раз можно ее включить. Разворачиваетесь и уезжаете в обратное направление. Продолжение следует... То есть здесь самое главное максимально использовать амплитуду руля, то есть насколько руль поворачивается, настолько нужно его и поворачивать. Пожалуй, это упражнение будет наиболее таким эмоционально нагруженным. Почему? Потому что, ладно, сейчас я вот как в регланте написано, нашел дорогу с малоинтенсивным движением. Но и то вот я пока разворачивался, уже там какая-то газелька на горизонте появилась. То есть даже мне, человеку, у которого уже 14 лет водительского стажа, даже мне немного не по себе, скажем так. То есть надо же, пока ты разворачиваешься, тебя машины другие... Другим машинам в любом случае придется там сбрасывать скорость, тебя пропускать и так далее. Даже если ты в момент начала маневра не создал им помех. Соответственно, нужно понимать, что будущим водителям в этом плане тоже будет морально тяжело. Особенно, если это по факту окажется не малоинтенсивное движение, а какой-нибудь выезд из города в пятницу вечером. Представьте, что там творится, какое движение. И экзаменатор попросит тебя развернуться в таком потоке. Ну, так, конечно, не должно быть, но кто его знает, как по факту будет. И, пожалуй, наиболее интересное и при этом наиболее спорное упражнение в новом регламенте – это эстакада. То есть начало движения на подъеме. И вот точно так же, согласно тексту регламента, можно задавать как на искусственных каких-то закрытых площадках, на искусственных эстакадах, так и в условиях реального дорожного движения, на участках дорог с малоинтенсивным движением, где имеется уклон от 8 до 16%. Чтобы правильно выполнить это упражнение, автомобиль должен полностью всеми четырьмя колесами заехать на участок подъема. После этого автомобиль фиксируется, и по команде экзаменатора начинается движение. Какие же критерии выполнения у данного упражнения? Во-первых, это полная фиксация автомобиля перед началом упражнения. То есть, когда вы заехали на пригорок, автомобиль должен полностью остановиться и стоять неподвижно. Второе условие – запрещено повторное использование тормозной системы. То есть, к примеру, вы остановились, экзаменатор дал команду начать упражнение, вы начали ехать, но после этого вдруг опять нажали на тормоз. То есть, вам показалось, что машина катится или что-то еще. При повторном нажатии на тормоз после начала упражнения оно считается не сданным. И третий наиболее интересный критерий выполнения данного упражнения – отсутствие вмешательства экзаменатора в процесс выполнения упражнения для остановки неконтролируемого отката. То есть, что именно подразумевается под неконтролируемым откатом, не совсем понятно из текста регламента. Если помните, в старом регламенте было четко прописано, что при начале движения на подъеме откат не должен составлять более 30 см, то есть 0,3 метра. Соответственно, когда это упражнение сдавали на площадках, автомобиль фиксировался на подъеме, и сзади ставился либо конус, либо какая-то стойка как раз на расстоянии 30 см. Получается, если водитель при начале движения откатывался назад и сбивал эту стойку, то упражнение автоматически считалось не сданным. Теперь такого требования в регламенте нет, то есть появляется определенный элемент для субъективной оценки со стороны экзаменатора. Что именно считать неконтролируемым откатом, а что не считать? Получается, если мыслить логически, то получается, что в идеале вы должны тронуться либо совсем без отката, либо автомобиль должен немного только откатиться назад и сразу же начать движение вперед. Если вы не успеваете тронуться, и машина начинает катиться назад, либо даже разгоняться задним ходом с пригорка, то, естественно, экзаменатор нажмет на тормоз, чтобы избежать аварии, и вы экзамен провалите. Поэтому я вам рекомендую данное упражнение отрабатывать так, чтобы вообще никакого отката не было, чтобы не было поводов для злоупотребления со стороны экзаменаторов. То есть вот у нас, представим, что здесь сидит экзаменатор, он нам говорит, что приступили к началу выполнения упражнения. Мы заезжаем на подъем. Останавливаемся, соответственно, и фиксируем. В регламенте, конечно, конкретно не указано, как именно машину нужно зафиксировать, но обычно чаще всего пользуются рабочей тормозной системой. То есть я вот сейчас держу ногу на тормозе, зафиксировал машину, экзаменатор дает команду, что начинаем трогаться на подъем. Соответственно, включаем первую передачу. Чтобы не было отката, трогаемся на тяг. Для этого плавно отпускаем сцепление. До середины, пока обороты холостого хода не начнут падать. И быстренько переносим ногу с педали тормоза на педаль газа. Все, вот мы тронулись. Остановились. Машину зафиксировали, все упражнение выполнено. Теперь право ошибки. То есть вот, к примеру, все, упражнение началось. Включаем первую передачу. Начинаем отпускать сцепление. Машина, например, прокатилась. И нажали еще раз на тормоз. Все упражнение считается заваленным. То же самое касается ситуации, когда в работу приходится вмешаться к экзаменатору. То есть, например, включили первую передачу. Не трогаемся в натяг. Пытаемся что-то играться. Играться машина покатилась. Все, экстренно пришлось ее тормозить к экзаменатору. Все, опять экзамен провален получается. Самое главное при выполнении этого упражнения, это все делать плавно и не суетиться. То есть машина физически в любом случае, она сможет тронуться в натяг. Просто главное этот навык отработать заранее и приходить к подготовленным на экзамен. Что касается сроков пересдачи практического этапа. Согласно новому регламенту, если вы завалили вождение, то следующая пересдача, возможно, не ранее, чем через 7 дней, и не позже, чем через 60 дней. При этом, если вы уже осуществили несколько неудачных попыток, то четвертый и последующие пересдачи, возможно, не ранее, чем через месяц, и не позже, чем через 3 месяца. Поэтому лучше хорошо готовиться и сдавать экзамен с первого раза. А если тебе понравился этот ролик, не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк. Также, чтобы быть в курсе всех последних новостей, советую нажать на колокольчик, чтобы при появлении новых материалов тебе всегда приходило уведомление. А своим мнением по данному ролику ты можешь поделиться в комментариях.